Аппарат Хаебуса-2 был запущен в декабре 2014 года с космодрома Танегасима и прибыл к месту назначения в июне 2018 года. Когда зонд впервые приземлился, станция выпустила 5-граммовую пулю на поверхность астероида, собрав тем самым частицы выброшенного материала для их последующего изучения. Затем последовал, пожалуй, самый опасный эксперимент из всех — использование взрывного устройства для создания искусственного кратера на поверхности астероида. Помимо этого, Хаебуса-2 доставила к астероиду три спускаемых аппарата — два японских ровера Минерва-1 и Минерва-2, а также европейский аппарат Маскот, который успешно решил все научные задачи миссии, собрав все необходимые данные и снимки для раскрытия тайн геологии Рюгу, а также изучения образцов первичной материи Солнечной системы. Потратив на это примерно одни астероидные сутки, Маскот проработал на поверхности астероида еще два дня, совершив несколько прыжков по его поверхности и собрав несколько дополнительных наборов данных. Эти сведения принесли большой сюрприз. Оказалось, что астероиды-хондриты С-типа, хондроэтосферические или эллиптические образования силикатного состава, выглядят совсем не так, как представляли их планетологи, опираясь на радарные снимки и фотографии с телескопов. В прошлом астрономы считали, что поверхность подобных небесных тел покрыта мелкой пылью и космической галькой, а их недра были предположительно сложены из относительно плотных пород. В реальности все оказалось иначе. Маскот нашел на поверхности Регу только крупные булыжники, а его недра оказались очень пустыми. Об этом также говорит то, что астероид очень медленно нагревался и остывал при наступлении утра и ночи в тех регионах, которые изучал маскот. С другой же стороны, возможно, что внутри астероида может скрываться твердое и плотное ядро, покрытое достаточно толстым слоем из частично расколотых и раздробленных пород. В этом отношении, что интересно, Регу больше похож на кометы Чурюмова-Герасименко, Хартли и другие космические монстрики, чем на астероид Итакаву, принадлежащие к числу С-типа. Это, в свою очередь, указывает на то, что его прародитель действительно состоял из первичной материи Солнечной системы. Он был достаточно крупным, вероятно, его диаметр превышал 50 километров. В таком случае, Регу представляет собой осколок первичной коры, зародыша планеты. С другой стороны, возможно и то, что прародитель этого небесного тела был относительно небольшим объектом, чей поперечник составлял около километра. Если это так, то он должен был возникнуть в первые мгновения жизни, когда протопланетный диск был достаточно теплым для существования жидкой воды на нем. И тот, и другой сценарий крайне интересны, с точки зрения изучения истории того, как родилась Солнечная система. Какой из них ближе к истине, станет ясно после того, как Хаебуса-2 закончит изучение Рюгу и вернется на Землю с образцами его пород. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова